МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». В студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жаркий сезон посреди зимы. Почему в республике не стихают пожары? 20 лет работы. Госсовет республики готовится к юбилею. В долгу перед детьми или рейд по нерадивым родителям? В руках спичка была, да изба сплыла. Не прошло 10 дней с момента страшного пожара в Батревском районе, которое унес жизни двух малолетних детей. И вновь новые тревожные цифры. Всего за два неполных месяца в республике зафиксировано 130 пожаров. Поэтому МЧС Чувашской республики организовал профилактический рейд по домам, особо опасным с точки зрения пожарной безопасности. Наша съемочная группа выехала вместе с пожарными. Здравствуйте, Дедуля. Собаки не кусаются у вас, нет? Не сильно. Вы извините нас, пожалуйста, но так вот уж это, рейд по жилому сектору у нас. Вот, как говорится, просто хотим посмотреть, в каком состоянии. Как вы живете, хотим посмотреть. Справно ли печь у вас? Справно ли печьное отопление у вас? Электрические провода в каком состоянии у вас? За Валерия Федорова сотрудники МЧС беспокоятся не зря. Помещение, в котором живет пенсионер со своей женой, сложно назвать домом. Помимо холода и антисанитария, дополнительную опасность для жизни стариков представляет несоблюдение техники пожарной безопасности. Вот смотрите, Дедуль. Вот газовый баллон вот этот, да? Получается, это сжиженный газ. Баллон с сжиженным газом. 50-литровый баллон. Он должен находиться снаружи помещения в металлическом ящике. То есть, такие шланги тоже запрещены. В каждой квартире есть у нас специализированные шланги. Они такие, вот как в виде колец сделаны. Только специализированные шланги допускаются. Район, который в городе прозвали Шанхаем, для пожарного рейда выбран не случайно. С начала года здесь зарегистрировано целых три пожара. Одна из основных причин возникновения – непотушенная сигарета. Поэтому сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют жителям частного сектора не курить в помещении. Мы сейчас вот такие листовки выпускаем. Заснусь с непогашенной сигаретой. Вот видите? Итог может быть плачевный. То есть, привычная небрежность или, как говорится, закономерная неизбежность. Очень много таких случаев. Так что вот так. За чашечки чая, пожалуйста, почитайте немножко. Вот как избежать пожара в квартире. В рамках профилактической операции ежедневно проверяется более 500 домов по всей республике. Жители охотно пускают гостей в форме в свой дом. Делятся проблемами, получают советы и консультации. Хочу обратиться ко всем жителям и гостям республики. Все-таки еще раз быть внимательнее и бдительнее у себя дома. Потому что огонь не прощает ошибок. И как при топке печей, так и при использовании различного электрооборудования. Надо обратить внимание не только у себя в хозяйстве, но и на тех соседей, которые вызывают у нас тревогу. Дарина Игнатьева, Андрей Шоколев, Республика. На этой неделе, 15 февраля, отмечается 25 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Тысячи молодых солдат уходили тогда исполнять свой интернациональный долг в чужую республику. Многие не вернулись. Ежегодно в середине февраля в России вспоминают те далекие дни, когда для советских солдат война закончилась. Сегодня во Дворце культур Хузангая прошло торжественное собрание, посвященное этой дате. Дмитрий Ковалев с подробностями. Немного истории. Помощь советских войск Афганистану понадобилось после убийства основателя Народно-демократической партии. При новом руководстве начались репрессии, беспорядки. И в конечном итоге это могло привести к власти враждебных сил. Такая ситуация Советскому Союзу была невыгодна. Официальное решение о вводе военных на территорию Республики Политбюро ЦК КПСС все-таки приняло. Это произошло 35 лет назад. Именно тогда началась разработка операции по устранению лидера афганской оппозиции. Она была проведена успешно. После этого в стране установился новый режим и во многом он зависел от Советского Союза. Все изменил очередной государственный переворот. На пост главы Республики был избран Мухаммед Джабула. Вмешиваться в этот конфликт отказались и советские власти, и американцы. Вывод войск из Афганистана начался в мае 88-го года. Согласно соглашению, военные должны были покинуть страну в 9-месячный срок. Он истекал 15 февраля. За все это время домой вернулись более 100 тысяч человек. Но все это уже в истории. Сегодня в зале Дворца культуры Хузангая вспоминали о тех, кто погиб, исполняя приказы и свой интернациональный долг. 115 сыновей чувашии сложили головы на той войне. Четверо пропали без вести. 271 человек ранен, 131 человек, пройдя войну, стали инвалидами. Конечно, это печально, это трагично. Но во время вывода войск не все проходило так гладко. Колонны военных часто атаковали душманы. По некоторым данным, в перестрелках погибли более 500 солдат. Их память почтили минутой молчания. По официальным данным, сейчас в Чувашии проживают более 3000 участников войны в Афганистане. Кто-то участвовал в спецоперациях, кто-то охранял границу. Мы познакомились со старшиной пограничных войск, Валерием Александровым. В Афганистан он попал в начале 80-х годов, работал водителем, обеспечивал войска провизией, бензином и боеприпасами. Мы попадали в засаду. Когда ездили в колонию, на автомобилях, значит, провозили все необходимое. Попадали в засаду, ставили нас в засаду, обстреливали, бывали в обстрелах. Ну и обеспечивали еще операцию. Каждый год боевые товарищи собираются вместе. 15 февраля участники войны в Афганистане возложат цветы к памятнику погибших. Но во время торжественного вечера в их честь звучали военные песни и поздравления кому-то вручили награды. Возможность обратиться за госуслугами по принципу одного окна должна быть доступна большинству россиян. И не позднее конца 2015 года. Такую задачу поставил перед регионами Владимир Путин еще весной 2012-го. Как президентский указ выполняется в Чувашии в репортаже Ольги Пырочкиной. Практически за любой государственной или муниципальной услугой в одно окно. Причем недалеко от дома и не дольше 15 минут в очереди. Вот что на деле означает указ президента от 7 мая 2012-го. Чтобы распоряжение главы государства выполнялось, в Чувашии уже работает 26 так называемых многофункциональных центров с 94-мя окнами. Еще 232 окна принимают в районах на базе модульных библиотек. Однако такое количество охватывает только 55% жителей. Дотянуть до 90% планируют как раз к сроку, к концу 2015-го года. В Чебоксарах, к примеру, свой МФЦ появится в Калининском районе. В Северо-Западном под эти цели реконструируют здания по улице Энгельса. А в Юго-Западном окна разместят в ДК «Салют». Кстати, расти будет не только количество окон, но и услуг. Вообще, в многофункциональных центрах сейчас предоставляется более 90 видов услуг, результатами которых является получение возможных справок, свидетельств, сертификатов, лицензий и прочих документов. И оказывается 18 услуг федеральных органов исполнительной власти, до 40 услуг республиканских органов власти и от 20 до 40 видов муниципальных услуг. Но это в зависимости от муниципалитета, от востребованности. Сейчас самые популярные услуги те, что оказывает Росреестр и миграционная служба. Впрочем, в некоторых районах МФЦ уже взяли на себя и часть функции ЗАГСа. Это и подача заявления на регистрацию брака, и заявление о расторжении брака, и получение свидетельства о смерти, то есть весь перечень услуг ЗАГСа, регистрация рождения. В столичном МФЦ такое пока только в планах. Кстати, список услуг, которые оказывают в МФЦ сейчас, можно найти на сайте организации. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика. В этом году исполняется 20 лет со дня формирования Государственного совета Чувашии. Юбилей будет праздноваться 21 июня. А сегодня в парламенте Республики провели пресс-конференцию, где озвучили план мероприятий по подготовке и проведению знаковой даты. Открыл пресс-конференцию спикер парламента Юрий Попов. 20 лет весомый повод вспомнить, как развивался парламентаризм в Республике. В Чувашии есть депутаты со стажем. Можно сказать, профессиональные парламентарии. Их трое. Это Петр Краснов, Юрий Кислов и Киемид Динмифтухуддинов. Они были депутатами еще Верховного совета ЧАССР. За два десятилетия работы современного парламента Чувашии были рассмотрены сотни законопроектов, приняты тысячи постановлений. Все это опытнейший Петр Краснов называет рутинной работой, которая была направлена на благо жителей республики. На рубеже 90-х годов многое в законодательстве делалось впервые. Методом пропа и ошибок депутаты создавали законы, по которым жила республика. От этой двоенной власти мы ушли. Народные избранники нынешнего созыва только за два года рассмотрели уже более 200 законопроектов. Кстати, немалый инициатив было отправлено и в Государственную Думу России. Но, к сожалению, они так и остаются лежать в профильных комитетах. По статистике, только 2% таких проектов поддерживаются на федеральном уровне. Для того, чтобы появилась возможность высказать свою позицию, при Госдуме создан Координационный совет, куда входят представители региональных парламентов. У нас появляется дополнительная площадка высказать свою позицию, свое мнение. И вот эта оторванность, о которой иногда говорят и ваши коллеги, я думаю, это еще один шаг к преодолению этого барьера. И те законопроекты, которые требуют оперативного принятия, я думаю, будут услышаны именно с этой площадки. Помимо этого парламентарии, активные организаторы и участники всех самых важных для республики мероприятий, как в Чувашии, так и на федеральном уровне. В ближайшее время перед депутатским корпусом предстанут с отчетами представителей исполнительной власти. В марте ожидается выступление главы Чувашии. Татьяна Молокова, Надежда Яковлева, Александр Петров, Республика. Родители не выбирают гласить народная мудрость. Но что делать, когда самые родные люди забывают о своих детях? Не только не заботятся о них, но и алименты не выплачивают. Судебные приставы вместе с нашей съемочной группой отправились к таким безответственным родителям. Счастливые лица детей и молодая красивая женщина. Эти фотографии на стене будто из другой жизни. Ираида уже не помнит, когда в последний раз видела свою младшую дочь. Приставы уже неоднократно пытались трудоустроить женщину, но пока безуспешно. Ее несовершеннолетняя дочь проживает у опекуна. А родная мама даже не может устроиться на работу, чтобы хоть как-то помочь своему ребенку. Она должна почти 300 тысяч рублей. Мать троих детей неоднократно судима за злостное уклонение от уплаты алиментов. Нет, это направление вы получили от судебного пристава избавителя, чтобы обратиться в Центр занясти населения. Вы обратились? Нет, не обращалась. Почему? Я знаю, что у вас есть направление. Вы должны были по этому направлению встать на учет в качестве безработного. Для трудоустройства, чтобы оплачивать и удерживать алименты с вашей заработной платы. Не обратились. Почему? Не исполнено требование. У меня на дорогу денег нет. Это Валентина. У нее две несовершеннолетние дочери, которые проживают с отцом. Ее тоже лишили материнских прав. Общая алиментная задолженность у женщины – 135 тысяч рублей. Я в очередной раз вас предупреждаю по 157-й. Даю вам срок еще неделю, чтобы трудоустроиться. Трудоустроиться из должников никто не спешит, говорят судебные приставы. Но меры к ним применяются жесткие. Рейды по должникам регулярные. Приставы проверяют имущественное положение. Вещи, принадлежащие неплательщику, арестовываются и затем реализуются через торгующую организацию. Деньги поступают на счет ребенка. Если сумма долга превышает 100 тысяч рублей, приставы забирают у злостных неплательщиков алиментов даже машины. Вообще в 2013 году у нас привлеченные к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ за злостное уклонение от уплаты алиментов было 46 уголовных дел. О данной категории относятся в основном неплательщики, которые лишены родительских прав, которые злостно не исполняют свои обязанности, не трудоустраиваются. Родителям, у которых невыплаченная сумма превышает 10 тысяч рублей, запрещается выезжать за пределы России. В прошлом году таких в Чебоксарском районе было 194 родителя. Всего в муниципалитете около 450 должников по алиментам. Это число постоянно меняется. Поступают новые дела, какие-то закрываются. Судебные приставы начинают свою работу с предупреждения должников. Если после двух предупреждений должник не трудоустраивается и не начинает выплачивать алименты ребенку, то дело передают в суд. Татьяна Трофимова, Сергей Рябчиков, Республика. Почти 500 заявлений о нарушениях антимонопольного законодательства получило Управление Федеральной антимонопольной службы Пучуаши в 2013 году. 38% заявителей жаловались на деятельность монополистов. Почти столько же на не устраивая деятельность органов власти. Эти и другие цифры озвучили на пресс-конференции в ведомстве. Обращений в антимонопольную службу в 2013 году по сравнению с 2012 стало меньше. По мнению сотрудников ведомства, это следствие профилактической работы, направленной на предупреждение нарушений. В прошлом году начали совместную работу с Чуваксарским филиалом Академии народного хозяйства. Там открылся Центр развития антимонопольного регулирования. Правовое просвещение приносит плоды. Если раньше с администрацией Чуваксар общались в судах, то сегодня уже находят общий язык. Однако остается непонимание в области регулирования рынка пассажирских перевозок. Многие перевозчики работают без договоров, либо нарушают их условия. А жители Чуваши должны быть уверены и в качестве услуг, и в их легальности. Эту систему привести в норму необходимо привести конкурс. Мы уже выдали достаточное количество предписаний для их исполнения. Мы уже и консервативную ответственность привлекали. Но пока понимание этого мы не можем достичь. Хотя этот рынок, он достаточно важен для всех нас. Мы все хотим быть уверены, что придя на остановку, мы доберемся до любого места, куда мы хотим доехать. Поступали жалобы в Уфасы по поводу конкурсов и аукционов. Особенно много претензий было при размещении заказов для муниципальных нужд. В итоге комиссия внесла в реестр недобросовестных 18 поставщиков. С 1 января 2014 года вступил в силу новый закон о контрактной системе. Благодаря ему можно контролировать все циклы заказов, отслеживать информацию о заказчиках. Галина Титарчук, Татьяна Молокова, Николай Яковлев, Республика. Сегодня в Чубаксары прибыл известный телеведущий, председатель международного экологического движения «Живая планета» Николай Дроздов. Как сообщили в пресс-службе столичной мэрии в столице Чувашии, он обсудит возможность установки самого высокого флагштока России. В мэрии уже подготовили несколько вариантов мест. Сегодня же Николай Дроздов встретился с главой Чувашии. Подробности в нашем завтрашнем выпуске программы «Республика». К другим новостям. 12 апреля в этом году пройдет ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант». Об участии уже заявили 200 городов России и 60 стран мира. Организаторы акции, как и раньше, инициативная группа студентов, выпускников и преподавателей Новосибирского госуниверситета. С прошлого года к диктанту присоединилась и Чувашия. Напомню, что «Тотальный диктант» – это добровольная, бесплатная проверка умения грамотно писать на русском языке, которая проводится одновременно в различных городах и в разных уголках планеты с поправкой на часовые пояса. Цель – заставить людей задуматься, насколько они грамотны и привить желание эту грамотность повышать. В прошлом году «Тотальный диктант» в Чувашии превзошел ожидания организаторов и по количеству участников, и по оценкам. Написанных работ оказалось более тысячи, а отличниками, получившими призы, стали сразу четыре участницы – все выпускницы филологического факультета ЧГУ. У нас уже приступили к подготовке нынешнего диктанта. С 21 февраля на факультете начнутся занятия «Русский по пятницам» в аудитории 528-18 часов. Кроме того, продумываются и места проведения акции. Пока сохраняется интрига – кто из современных авторов напишет текст диктанта и продиктует его в аудитории Новосибирского госуниверситета. Имя автора будет объявлено 12 марта. Как и в прошлом году, «Тотальный диктант» будет транслироваться в прямом интернет-эфире. Добрая сказка для доброго дела. Сегодня в Чебоксарах в кукольном театре давали «Золушку». Билеты для маленьких зрителей ничего не стоили. Благотворительный спектакль устроили в рамках марафона «Именем детства во имя детства». А мы поедем во дворец на бал. Содержание этой сказки, наверное, все и так знают наизусть. Но почему-то перечитывать и пересматривать ее никому не надоедает. Для благотворительной акции «Энергия и добра» «Золушку» тоже выбрали не просто так. Да и зрители были особенные. Дети из неблагополучных семей и ребята с ограниченными возможностями. Эта сказка для детей, она все время остается как бы первой сказкой. Дети верят в сказку. Именно здесь «Золушке» она все показывает добро, отношение к людям. Дети это все очень хорошо воспринимают. Еще до спектакля маленькие зрители попали в волшебную страну. Шоу мыльных пузырей, фокусы, розыгрыши в праздники мог поучаствовать каждый. На спектакль пригласили тех, кому немного волшебства в жизни совсем бы не помешало. Билеты на представление ребятам купили женсоветок городов и районов республики. Собранные таким образом средства, в отличие от сказки, в полночь никуда не исчезнут. На эти деньги в театре установят пандусы и подъемники, чтобы дети, которые передвигаются на колясках, могли свободно посещать любимые спектакли. В старой части города Чебоксара, среди исторических и архитектурных памятников, расположился единственный в своем роде музей сберегательного дела, в котором можно увидеть уникальную коллекцию денег. И не только. Наша съемочная группа узнала, с чего началось развитие сберегательного дела в России. О первых кассах и вкладчиках, условиях приема и хранения вкладов, об истории возникновения услуг и банковских продуктов. Музейная экспозиция ознакомит с историей развития сберегательных касс от момента их зарождения до современности. Встречает посетителей сам Николай I. Именно он поспособствовал тому, чтобы 1 марта 1842 года в столице Российской империи открылась первая сберегательная касса. В этот день ее посетили 76 вкладчиков. Надо сказать, что для России середины 19 века подобные структуры не были чем-то принципиально новым. В стране уже существовала сеть кредитных учреждений. Прежде всего это вдовьи, судные и сохранные казны. В Чебоксарах первыми вкладчиками были, конечно же, купцы. Наряду с промышленностью активно развивалась торговля. В Чебоксарах было уже несколько на начало 19 века торговых домов. И самый крупный принадлежал тому же купцу Ефремову и назывался Ефремов Сыновьяне. А вообще в 19 веке Чуваша занимала шестое место по развитию торговых домов. В музее бережно хранятся уникальные предметы и оборудование, на котором работали в разные периоды времени сотрудники Сберкасс. К примеру, вот этот арифмометр – механическая вычислительная машина. Долгое время помогала человеку умножать и делить, складывать и вычитать большие числа. Правда, чтобы работать на нем, нужно было предлагать большие усилия. И шум от нее стоял неимоверный. Смог сказать, мне забыла, такой врух, это был прям врух. А сейчас можно покрутить? Конечно, покрутить. Многие экспонаты в этот музей принесли сотрудники или клиенты Сбербанка. На фотографиях их лица, в документах их судьбы, успехи и достижения. Документы собирались в архивах. Есть здесь своя коллекция монет и бумажных денег России. Можно сказать, создавалась живая летопись Чувашского сберегательного дела, которая с каждым годом лишь пополнялась и становилась все интереснее. Такую красоту грех скрывать от общественности. Поэтому в 2006 году новый музей распахнул свои двери. Причем жители и гости столицы Чувашия могут посещать его совершенно бесплатно. С понедельника по пятницу с 10 утра до 18 вечера. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашия. Редактор субтитров А.Семкин.